Палач Сиротул, ты выяснил нахождение Калиса? Да, я помню ощущение его силы, когда последний раз был в том мире. Наши датчики указывают на сильные энергетические калибрания в этом районе, однако я не могу выяснить его расположение. Это же очевидно, господа. Источник энергии – самый высший разум. Когда мозги собрались вместе, они использовали энергию Калиса и расположились вокруг него. Возможно, в этой области есть несколько выборов. Это рискованно, но если мы нападем внезапно, вероятно, сможем пробиться и похитить кристаллы. Друзья, есть альтернатива. Так как высший разум все еще находится в начальной стадии, мы можем попытаться нарушить его контроль над выводками. Если мы нанесем ему значительный ущерб, зерги заберутся вокруг него, и у нас появится немного времени, чтобы отыскать Калис. Прекрасный план, юный Артанис. Ваша храбрость, с моей храбрости великого Тастанара. Вы слишком высокого мнения обо мне, почтенный Зероту. Так, ребята, не стоит терять время. Я смогу обеспечить некоторый контроль над несколькими зерками здесь и страховать вас. Но чем дольше мы ждем, тем больше у нас шансов потерять его. Власть, палач, разворачьи наши войска. И да пусть Адун прибудет с тобой. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. С вами, как всегда, Дезертир, и вновь конец брифинга. Поехали. Ну что ж. Нам выдали зергов, протасов, и, в общем-то, у нас все хорошо. Атаковать мы, собственно, можем и теми, и другими. Защищаться тоже и теми, и другими. Но я предпочту делать кем-то это одним. Мы видим здесь луркеров. Это ужаснейшие, страшнейшие существа, которые просто ужасающе жестоки. Жестоки. Ладно. Будем вспоминать, как играть за зергов. Попутно вспоминать, как играть за протасов. Ну, если первое нам еще будет проще сделать, то со вторым будут некоторые проблемы. Вообще развиваться сразу за две расы, это не очень-то удобно, если честно. Но окей, я думаю, что это не сильно будет проблемно. Что мне нужно сделать? Давайте в первую очередь будем развивать протасов, так как мы играем за протасов все-таки. И у протасов все-таки лучше. По всем параметрам все и вся. Поэтому мы будем их развивать. И как можно быстрее набирать мощь протасов. Но при этом нам не стоит забывать и о зергах, которые, собственно, могут каким-то образом нас защитить. Всякий случай мы сделаем споровые колонии и сделаем различные другие вещи. У нас прилетело еще два раба. Здесь у нас прилетело еще две пробки. Все замечательно. Пока потихонечку мы развиваемся. Надо взять какого-нибудь зелка и проглядеть, что у нас есть рядом. Можем даже забрать, например. Вот так вот, отлично. Итак, вот здесь наверху есть луркеры, о чем я уже говорил. Если мы туда подойдем, нас покарают. Мне бы этого не хотелось. Поэтому делаем вывод. Луркерам пока что не суемся. Продолжаем подстройку. Здесь продолжают адово нападать. Здесь пока что нету никого, кто мог бы им помочь. Поэтому все хорошо. А что мне нужно? Тут еще рабочие. Больше рабочих. Мне нужна пробка. И мне уже понадобятся вскоре пилоны. Поэтому я думаю, что надо как-то все это дело аккуратненько обыграть и начать нормально все дело собирать. Кстати, по поводу этого. Здесь мне нужно построить газилку. И начать добывать хотя бы с их помощью газ. Также мне потребуется несколько владык стаи. Потому что без них, к сожалению, мы не справимся. Мы не сможем построить нужную нам армию. А как вы видите, границы у зергов вот-вот будут. Так же как и у протасов. Но у протасов с этим чуть-чуть получше. Поэтому пока что все хорошо. Что же касается нашего с вами развития. Мне нужна кибернетка. Без нее я, скорее всего, не справлюсь. Желательно кибернетку построить как-нибудь. Давайте еще вот так вот встилем пилон сюда. И построим где-нибудь вот здесь кибернетку. Дабы она все-таки не мешала появлению наших с вами друзей. А просто-напросто давала возможности. У нас вышли крабики. Замечательно. Точнее крабики у нас вышли. Ну окей. Это не столь важно. Пока что это не столь важно. Так, давайте вы будете отбывать с этого минерала. Вывод с этого минерала. Отличный вывод с этого минерала. Ты вместе со своим другом с этого. И все будет хорошо. Потому что этого, например. В принципе, без разницы. Ладно. У нас вышла еще одна пробочка. Где она такая? Пробочка? А вот она. Отлично. Пробочка вышла. Так, что я хотел сделать. Когда построится кибернетка, мне нужно попробовать выйти в воздух. Ну как вариант. Потому что воздух довольно сильный. У протусов. И посмотреть, что будут нам давать в воздухе конкретно. Ну и давайте на всякий случай заранее закажем один грейд на воздух. Посмотрим, что у нас здесь творится. Пошлем двух рабочих на добычу газа. Потому что газ у нас пока вообще не добывается. И это немножко катастрофично в плане газа. С минералами дела у нас абсолютно намного лучше. Но нам нужно подстроить здесь... Ага. Здесь газилки нету. Причем есть некоторая проблемка. Ах вы гады. Отлично. Атаку мы конечно отбили. Но... Все это мне очень нравится. Давайте здесь тоже поставим еще как минимум один пилон. И сделаем еще два защитных сооружения. Пока, по крайней мере, минералами. Охренеть. О чем вы, ребята? Зачем вы так делаете? Ну что вы не видите луркеров? Простите меня, пожалуйста. Калом. Луркеры. Не, вы так, ребят, не спрячетесь. Это так не работает. Отлично. Конечно, откосали, но... В принципе, это нормально. Можно было бы туда, в принципе, прилететь и обычными. Так. Хорошая новость, дорогие друзья. Мне дадут моих любимых юнитов. И где у меня пробочка? Где у меня пробочка? Мне нужно все еще здесь. Так. Что мы будем делать? Мы строим маяк. Мы строим маяк. Флотили. И строим еще один воздух. А, чуть выше от него еще один. А, не получится, потому что нет газа. С пеном у нас, видите ли, проблемки. Ну, хоть с минералами таких проблем нет. Как говорится, и на том, спасибо. Прогуляемся вот сюда. Глядим, что там есть. С одного месторождения мы будем давать очень долго. И не очень качественно. Он почти сделал сыгрейд на воздух. Мы сейчас прогуляемся двумя дарками. Поглядим, что у нас здесь есть. Естественно, здесь, скорее всего, будут плетки. Здесь хуже. Здесь не только плетки. Но и зерлинги, например. Что же у нас снизу? Снизу у нас ничего нет. Здесь у нас, в принципе, тоже тихо. Поэтому давайте попробуем поставить. Пока есть такая возможность. Нам нужен именно газ. Чем больше и быстрее мы будем добывать газ, тем лучше нам. Собственно, в этой миссии есть два варианта развития событий. Мы с вами либо будем искать кристалл, а либо мы с вами будем уничтожать войска противника. Нет, луркер, это так не работает. Маленький наглый луркер. Ну что ж, мы ставим пилон. Ставим еще один пилон для защиты нашей колонии, скажем так. Давайте сразу вот так сделаем, чтобы не особо париться. И сделаем сразу защиту. Как только пилоны поставятся, мы поставим сразу пушки. Потому что, как я уже сказал, с минералами у нас проблем нет. На, кстати, быстренько поставить на строительство два авианоска, пока есть такая возможность. и поставить пушки. Бамс, пушка. Еще одна пушка. Я думаю, как-то так мы должны справиться с этим делом. Как раз у нас построилось, когда все вышло. Так что, в принципе, я доволен пока что. Тем, тем, что вижу. Ааа, нам нужно улучшение воздуха. У нас, по-моему, здесь не стоит ни одной пробки без дела. У нас все пробки чем-то заняты. А здесь я не наблюдаю луркеров, не наблюдаю кого бы это ни было. Ааа, нет. Все-таки один зонт у нас стоит без дела. Впрочем, давай этот зонт у нас сейчас и построит нам. А, нет, не это здание, простите. Не маяк флотилии. Мне нужна еще такая кибернетка. Мне нужно улучшение на щиты. Что будем мы играть от воздуха. В связи с этим, я думаю, что все будет хорошо. Вот, я одна у нас стоит теперь без дела. Что у нас здесь есть? Ааа, энергии корсаром. Сид разрушителем мне неинтересно. Увеличивает тоже неинтересно. Все, здесь мне все неинтересно. Так как мы играем от воздуха, у нас все будет хорошо. Главное, чтобы эксперт добывался. Желательно, чтобы он добывался очень бодренько. Тогда все будет вообще замечательно. Мне сейчас придется, по-моему, постраивать некоторое количество пилонов. Но благо, с этой целью, я думаю, я как-нибудь справлюсь. Так, ну, собственно, как-то вот так мы поставим пилоны. Как говорится, чисто на пофиг. Я думаю, что этого нам хватит. Будем разрабатывать здесь броню нашим кораблям. Минералы, как я уже сказал, сбываются довольно качественно, быстро. Мне это нравится. Земля у нас будет для чистой обороны. Не более. Особенно учитывая, что идти мы будем от воздуха. И мы производим следующие авианосцы. Как говорится, как только, так сразу. Я единственное забыл, где у нас есть скаут, скорпион. А, вот. Навианосец, перехватчики. Немножко запамятовал, к сожалению, ребят, простите, но надеюсь, теперь все нормально. Давай, ты тоже будешь добывать. Хотя, у вас хватит, в принципе, троих, но почему бы нет? Почему бы нет? А потому что нет. Потому что у вас действительно хватает троих в упор. Здесь четырех хватает в упор. Так что, в принципе, здесь все нормально. Хорошо, хорошо, мои дорогие друзья. Пока все нормально. А газ у нас добывается замечательно. Никаких особых проблем с этим мы не испытываем. Что касается щитов, где у меня щиты разрабатываются, они сейчас будут уже скоро. Давайте возьмем наших друзей, невидимых, и вместе с наблюдателем, который по совместительству и делается детектором, прогуляемся немножко вниз. И видим, что у нас идет до хрена народу. Собственно говоря, я вовремя решил направить сюда своих дарков. Правда, их видят, потому что здесь есть овер, но в принципе все нормально. Хорошо. Давайте мы с вами прокатимся все-таки по моему плану вниз. И поглядим, что у нас здесь. здесь у нас есть кушай зергов, которые по непонятной для меня причине, пока еще не нападали на вот эту базу. Что мне само по себе не нравится. Иссистенте воздух. Иссистенте земля. Отлично. Итак, нападать будем, скорее всего, через эту сторону, потому что там антиземля в основном. Желательно нам не косаться. Поэтому стараться выживать. Посовершенствования были завершены. Это отлично. Подстраиваем авианосцам побольше перехватчиков. Чем больше, тем лучше. И ждем накопления 300 виспена. 300, точнее, виспена. Отлично. Замечательно. Чем-то он не хочет спавниться. Вот теперь хочет. Отлично. Четырех нам, в принципе, должно хватить. Но я думаю, лучше пока что построить хоть минимум еще два и уже выходить более полным строем, таким более плотным. 300 виспена у нас накопилось. Замечательно. Подстраиваем авианосцу сразу же все, что ему надо. Досовершенствование завершилось. У нас броня увеличилась. Замечательно. Сейчас у нас будет выход следующего авианосца. Отлично. И здесь тоже, соответственно, надо его подготовить. Сейчас будет еще один. как раз таки. И нам нужно куда бы, интересно, нам нужно. Пока непонятно. Но, надеюсь, сейчас мы это выяснили. Так, ставим, ребята, вот здесь. Не даем им подходить. И просто уничтожаем все, что здесь есть. Великолепно. Наши корабли, как таковые, не пострадали вообще. Что не может не радовать, что просто замечательно. Везде у нас идет выход. Везде у нас всего хватает. У нас сейчас будет, получается, второй уровень щитов и второй уровень брони. Что просто замечательно. Давайте я проверю, так ли это. Да, так. Это именно так. И у нас буквально через чуть-чуть достроится второй уровень атаки. Так мы будем атаковать через эту сторону. Я думаю, я сдвину немножко наших ребят. Чтобы защититься с этой стороны. На случай непонятных поползновений. А вот эта гадость надо уничтожать раньше. Как можно раньше. Воу. Это было жестко. Так. Где у нас там была подхилка? Слишком далеко она стоит. Надо бы построить еще парочку. Забей на минералы, пожалуйста, и просто подстроим мне парочку реген щитов. Спасибо. Вот теперь можешь относить минералы обратно и радоваться жизни своей. А пока что мы отрегиним здесь щиты. Не, ну это, конечно, определенный вариант, но такое количество как-то потрясает, если честно. Хорошо. Не настолько жестоким. Ладненько. Будем как-то с этим разбираться. К сожалению, я не успел всеми слепнями убить всех слепней, так сказать, благодаря своим ребятам. Ну окей. Сейчас мы как-нибудь прорвемся. Будет больно. Будет очень больно. Не успеет он уйти. Ну не успеет. Но этим ребятам будет не менее больно. Ладно. Отходим. Четыре мы как-нибудь восстановим. Как-нибудь восстановим. Да, жесткие ребята. Определенно жесткие ребята. Начинаем раш. Мои дорогие друзья. Рашем. Это моя работа. Это моя работа. Уничтожаем муту попутно. Так. Собираем как можно больше народу. Это моя работа. Открываем. О. Поймой. О. У. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... нормально нельзя допускать чтобы глингов убивали отлично это я понимаю проход так сказать а и жалко не всех спасли вот эту гадость первую очередь теперь остальных так уходим отсюда спускаем авиацию отлично пока что происходит более или менее грубо говоря меня устраивается то что происходит в принципе да наши корабли конечно уничтожаются но в принципе это происходит более-менее нормально на против него правда мне некого противопоставить ну ладно воу как это я такую гадость упустил надеюсь успею бить по идее должен успеть давайте парни чуть-чуть осталось палач колес наш позволь нам покинуть этот несчастный мир и вернуться на шакурас если еще есть куда возвращаться победа дорогие друзья победа а есть вот я и и и и и